15 апреля в России стартует вторая волна отключения аналогового вещания. В нее попадают 20 регионов, включая Чувашию. Зрителям, которые смотрели аналоговые ТВ, чьи модели телевизоров старше 2014 года, придется приобрести для перехода на цифру специальные приставки-антенны. Компенсацию затрат малоимущим гражданам обсудили на заседании правительства республики. Компенсация предусмотрена двух видов. Первый вид – это для тех жителей населенных пунктов, которые находятся в зоне охвата эфирного телевидения. Сумма компенсации составит по фактическим затратам приобретенного оборудования, но не более 1750 рублей. Вторая часть – это 6500 рублей. Это для 83 населенных пунктов Чувашской республики, в которых проживает чуть больше 8000 человек, которые по техническим причинам оказались вне зоны охвата цифрового телевидения. Здесь тоже цены фиксированы между основными операторами спутниковой связи. Комплект такого оборудования стоит 4500 рублей. И 2000 рублей установка. Необходимо проследить, чтобы не было необоснованного завышения цен продавцами техники, отметил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Меры уже приняты, рассказал Михаил Анисимов. Для этого крупнейшие игроки на рынке уже подписали меморандум, что в их торговых сетях будут представлены приставки антенны ценовой категории не выше 1000 рублей. Основные операторы спутниковой связи также зафиксировали цены. На компенсацию могут рассчитывать одиноко проживающие граждане или семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, принятого для нашего региона. Те, кого признали малоимущим и ветераны Великой Отечественной войны. Для того, чтобы получить компенсацию, нужно подать документы в органы социальной защиты населения не позднее 1 августа этого года. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Борис Андреев. Республика.